Всем привет! Сегодня день цветового Валентина. Я вас поздравляю. Правда, уже много времени прошло, скорее всего, сейчас где-то 23 февраля. Но, тем не менее, у меня сегодня праздник. И в связи с этим цветы. Милый букет. Посмотрите, все здесь нежное. Такое настолько... Вот каждый цветок можно просто рассматривать в отдельности. Красиво. Наверное, сразу заметно, что красилась я не сама. Я была сегодня на опять преображении в Анжелину. У Аслим. Теперь другого визажиста. Можете посмотреть. Я оставлю вам ссылку на ее страничке преображения. И, наверное, у меня уже к тому времени тоже будет моя фотография. Хотя, зачем вам фотография? Вы и так сейчас прямо видите все. Макияж, правда, не совсем такой, каким он был. Потому что у меня губы стерлись были красными. Губы я ела. И сейчас я иду на процедуру к лору. И не хотела красить просто снова. Поэтому вот так остановимся. И давайте я вам покажу еще, что она мне подарила. В таком пакетике новогоднем. Смотрите. Это новая для меня марка. Бюджетная. Как я понимаю. Как же называется? Глиттер Мэджик. Вот. Красивая упаковка. Мне кажется, что и помада будет хороший. Цвет красивый. Мне понравился. И там внутри много-много маленьких блесточек. Потом карандашик от Манли Про для губ. Вот. Номер 106. Кстати, они очень вместе подходят. И еще. Смотрите, какая красота. Вот. Такая балеринка. Это тинт. А вот свотч этого тинта. Правда, как я его не снимала, он не хочет показываться правильно. Не поддается просто. Это видео знакомство. Такое очень-очень короткое. Снимать видео буду в другой день. Сейчас я очень спешу. Просто хотела вам показать макияж. И еще поделиться с вами новинкой. Вот такие масочки. Вы помните, у меня были фольгированные патчи. Отдельно были маски. А теперь вы такой набор они сделали. Очень интересно. Они все разные. У меня три маски. Вот одна. Вот вторая. И вот третья. Давайте я вам скажу, какая для чего. Это сияние и тонизирование. Это упругость и ревитализация. А это смягчение и восстановление. После визажистов я всегда привожу кожу в порядок. Я обязательно пользуюсь масками. До того, как пойти к визажисту и после. И волосы я всегда очищаю тщательно. Например, я после визажистов всегда использую скраб. Для кожи головы. Но вообще какие-то такие средства, которые работают. Маски какие-то питательные. Потому что визажисты очень много льют лака на голову. И мне всегда делают вот этот утюжок. Такой ребристый. Потому что волосы тонкие. И желаю передать объем. Они все это делают. Придумала себе прическу. По-моему, вот так вот мне ее смотрите. Я вообще объемные прически не люблю. Мне кажется, что это какая-то грива такая на голове. Я люблю, когда все так гладенько.